Милая фанатик. Друзья, невозможно после такого прекрасного исполнения. Еще раз вас поблагодарить. С даймировое сердце, да, дети поют, как будто ангелочки, да, спустились в такая красота. Я попрошу вас поприветствовать еще раз, аплодисменты, и все прекрасно. Спасибо вам большое. Сегодня для этой обители шикарный день, потрясающие события, 175 лет. Со дня основания. И как сегодня заметил митрополит Агапангел, этот монастырь пережил Голгофу, прошел страшное испытание. И слава Богу, мы сегодня с вами здесь присутствуем в теплых, красивых помещениях. Матушки живут в красивых кельях. Здесь находится дом Милосердия, где помогают страждущим людям, которые уже старички, и которые страдают от болезни, но они отходят к Господу под молитвы. Здесь прекрасные храмы, строятся новые храмы Иерусалимской иконы Божьей Матери. И это все под труды нашей любимой, драгоценной Матушки Серафимы, которая скоро к нам присоединится. Но мы их поприветствуем и аплодисментами, поблагодарим, что она у нас есть. И спасибо вам всем большое. И, конечно, вот и сильное событие, что здесь иконы, которые украшают храмы, а здесь картины, которые украшают эти стены, нарисованы художниками. Они собрались буквально за последний месяц, два нарисовали такие замечательные картины, изображающие этот монастырь. И я очень честно хочу поблагодарить и Ольгу Котлерова-Бакоменко, и нашу Лепру Никитину, и всех художников, которые приняли участие. И, конечно, нашему муниципальному коллегею. Спасибо вам большое. Большая радость, что Одесскому обоснованию света мира уже исполнилось 51 год. Монастырю 175 лет. Муниципальному нашему городу 225. Все процветается, все двигается, идет вперед. Но самое главное, мы просим у Господа, чтобы Украина наступила в мир. И поэтому я надеюсь, что мы следующий год сегодня встречаемся с вами в мире, в красивой стране. И все-таки будет благополучие. Мы просим вам этого Господа. И вам спасибо еще раз огромное, что вы здесь сегодня присутствуете. Я надеюсь, что многое вам благая всем лета. И до скорых встреч. Спасибо.